Твоя чудеса Последние дни уходящего 2017 года, и хотя это для верующих православных христиан гражданский праздник, но Новый год есть Новый год, его никто не отменял. И, конечно, хочется его встретить. А как встретить? Как встретить так, чтобы и на душе было тихо, спокойно и радостно, но и пост не нарушить рождественский, который продолжается, мы сейчас с вами узнаем. Здравствуйте, дорогие телезрители. Новый год – это, конечно же, страничка, которая переворачивается не только в календаре, это, может быть, даже можно подытожить свою и духовную жизнь, что за этот год успел сделать, что не успел. И, конечно же, отношение к празднованию Нового года, у многих оно по-разному, само по себе отношение. Но, когда мы смотрим на реальность происходящего, то можем понимать, что это гражданский Новый год, мы его называем. Потому что, если смотреть в понимании церковного Нового года, то он даже не 14 января, как мы говорим по старому стилю, а он намного раньше другой даты. Церковное Новолетие, оно начинается по старому стилю 1 сентября, вот, индикт, начало нового церковного года. Но мы, поскольку являемся гражданами государства своего, вот, и поэтому эта дата, она имеет место в нашей жизни также. Ну, вот, как поступить, вот, чтобы действительно этот праздник, он почувствовался праздником в понятии христианском. Ну, конечно же, в любой праздник, его можно, наверное, и испортить, а можно, конечно же, что-то получить от этого праздника, духовную пользу. И в Новом году, в праздник Нового года, можно тоже отпраздновать по-христиански. Вот, конечно, если мы понимаем, что любые праздники, они проходят с изобильным, наверное, и винопитием, скажем так, и обильными какими-то пиршествами, торжествами. Вот, для православных христианин, конечно, это должно быть чуждым, потому что идет рождественский пост, и церковь у нас готовит именно к самому главному торжеству этого времени, это пришествие в мир Спасителя мира, пришествие, рождение Богомладенца Христа. Вот, и поэтому, конечно же, здесь уже нужно подумать о том, как правильно провести этот день или ту же новогоднюю ночь. Вот, есть, как бы, сейчас разные традиции, в плане, такие блочестивые, духовные, есть традиции, когда христиане почитают молитвы, прочитают Евангелие, вот, и после, и в 12 даже выпьют какой-то бокал шампанского, в этом нет ничего плохого. Есть другая традиция, которая, как бы, так, сейчас она больше входит в нашу духовную жизнь, служится божественная литургия. Вот, в 12 салюты салютуют весь мир, вот, петарды развиваются, православные начинают молитву, миром Господу помолимся, то есть начинают Новый год с благословения Божьего, вот, и это очень важно, потому что вообще любое дело мы должны начинать с благословения Божьего. Вот, это что-то новое начинается, новая страница, как бы, в календаре, вот, какой-то новый виток времени, вот, и, естественно, важно поблагодарить Бога. За прошедший год, который прошел с благодарностью Богу, и за все, что было в нем, были где-то наши и духовные подъемы, где-то были и падения, вот, были и радости, были и скорби, вот, но за все стоит поблагодарить Бога. Вот, и когда мы благодарим Бога, то мы, естественно, и через благодарность, и спрашиваем у Бога еще и благословения, вот, на грядущий Новый год, на новолетие благости Божьей. Просим у Бога благословения, чтобы Господь благословил нас в новом лете. Такая традиция добрая, но и в храмах служится ночная литургия, а потом после литургии, вот, и можно и бокал снова же того же шампанского выпить, вот, и в этом не будет ничего плохого. Вот, поэтому можно в любой праздник вносить всегда, как бы, такой христианский характер, вот, потому что мы понимаем, празднование, оно у разных понимается по-разному. Но у православных, конечно же, поскольку это время поста, то оно должно быть благочестивым, без массовых гуляний каких-то, там, без дискотеки, музыки разные, вот. А было честиво, с благодарностью Богу, с молитвою начать Новый год. Как говорят, что как начнешь Новый год, так его и проведешь, да, такая пословица есть. Ну, конечно, важно начать Новый год с благодарности Богу, с молитвы. Вот, и так, и с Божьей помощью, и Господь даст благословить, и проживем и в следующий Новый год. Отец Андрей, будьте добры, на Новый год есть такая традиция среди светских людей, загадывать желание пить шампанское под бой курантов, сжигать бумажки, бросать их в шампанское, успеть выпить, пока бьют часы 12 раз. И другие люди все равно верят в волшебство, верят в чудо. Но в реальной жизни мы знаем, что чудес не бывает. Или бывают? Вот как это? Чудо, Новый год и реальная жизнь? Ну, это Новый год, это, наверное, единственный праздник, который объединяет вообще всех людей разных. И, например, и политических оппонентов, и разных людей, разных вероисповеданий он может в чем-то здесь объединять. Потому что это в какой-то степени считается семейный праздник, потому что собирается вся семья вместе. И поэтому, конечно же, все хотят верить в какое-то чудо, но просыпаясь на другой день, и кто как этот год отметил, по-разному разные чудеса бывают на другой день. Но загадывать желание, или бумажки в шампанское дать, или побыстрее выпить бокал шампанского, ну, это все-таки светская такая себе традиция, может, даже с кем-то суевериями, заданиями связано. Для православного человека, для христианина совсем другое понимание чуда, потому что он знает, что Бог руководит его жизнью, что Господь промышляет о жизни человека. И даже каких чудес можно ждать, и самое главное чудо, то, что я уже живу, это уже чудо, что у меня есть семья, дети, работа, друзья, это уже тоже чудо, что главное их любить, и чтобы они отвечали взаимной любовью, это все чудо. И поэтому каких-то сверхчудес ждать, человек настраивает себя как бы на что-то такое сверхъестественное, что должно произойти в жизни, вот оно не происходит, потом бывают какие-то разочарования, какие-то отчаяния происходят, уныния у человека. Поэтому Господь нам дает все то необходимое, что нам нужно для нашего земного существования, и в этом, наверное, самое главное чудо. И самое главное, это наше спасение, спасение нашей бессмертной души. А то все остальное, как бы человек пытается себя как бы всякими суевериями пустыми оградить, чтобы оторваться от реальности какой-то. Но реальность она немножко другая, не так, как нам хочется в эту новогоднюю ночь, чтобы произошло чудо. Еще один нюанс. Каждый год по китайскому календарю, и он прочно вошел и в нашу жизнь, обозначен каким-то животным. 2018 год – это год собаки. С православной точки зрения год собаки или все-таки просто Новый год? С православной точки зрения, конечно же, нет понимания ни года собаки, ни обезьяны, ни петуха. Да, это восточная себе традиция, но у нас есть христианская традиция. И поэтому мы есть, ну, я не хочу быть там каким-то обезьяной или собакой, а мы живем в лето Божие, Новый год, который Господь нам благословил, мы живем во времени. Это просто действительно традиция той религии, той восточной религии. Вот у них это так больше принято, а мы православные все-таки. Для нас это неприемлемо, хотя оно пытается войти в нашу жизнь, духовную жизнь. На этом выигрывает больше всех, это, наверное, вот индустрия, которая, то есть торговая индустрия. Те, кто на этом зарабатывает, потому что, наверное, им так удобно, что в этот год обезьянки продаем, на следующий год петухи, там потом собачки, и как бы в этом выигрывает, наверное, только эта индустрия. На самом деле, Бог дает человеку жизнь, Бог руководит жизнью человеческой. Новый год может ничем не измениться, если мы сами не изменимся. Это может быть просто тогда очередное перелистывание страницы календаря. А если мы действительно, вступая в Новый год, вспомним, что, может быть, кто-то нас обижается, мы попросим прощения у этого человека, может быть, сами мы кого-то обидели. Вот тогда мы постараемся примириться также с этим человеком. Вот это будет тогда какая-то польза, что мы изменимся даже с наступлением Нового года, мы преобразимся духовно, мы изменимся, мы какие-то плохие свои привычки оставим. Вот тогда вот это будет действительно какая-то духовная польза. А того, что как мы, там, как его год не назови, там, обезьян или собаки, попугая, вот от этого ничего не поменяется, конечно, в духовной жизни. То есть, ожидая чуда и преображения жизни в Новом году, нужно прежде всего заглянуть в себя с православной точки зрения отеца? Ну, не только в Новом году, мы должны заглядывать всегда в себя, в свою душу. Даже каждый день, вот мы, закончился день, и мы должны посмотреть, как мы провели и прожили этот день. Вот что у нас полезного произошло, духовного, что, а что у нас просто было, кого-то, может быть, снова же мы оскорбили, обидели чем-то, вот, или неправильно поступили по отношению к ближнему. Поэтому тогда, конечно же, важно каждый день подытоживать, потому что думать на целый год, вот, никто из нас не может гарантировать, что с нами будет сегодня, там, до вечера или завтра до утра, мы не знаем. А мы поэтому думать, что будет через целый год, мы не можем сказать. Но анализировать, как бы, свою духовную жизнь мы должны постоянно. Вот, и не только раз в год, на Новый год, а постоянно мы должны, как бы, подвести какую-то черту, вот, ежедневно, вот, что мы сделали хорошего, что плохого, что нужно исправить. Пусть Господь благословит всех нас в новом лете благости Божьей, чтобы мир Божий был в наших сердцах, потому что это самое главное, мир в стране нашей, мир в наших семьях, в сердцах наших. Вот, и чтобы мы, действительно, праздновая Новый год, мы понимали, что мы приближаемся к великому празднику, к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа, и чтобы этот праздник, он, действительно, приблизил к этому, к празднованию Рождества Христового, чтобы мы, вступая в Новый год, благости Божьей, чтобы мы духовно изменились, чтобы мы примирились с тем, кого убедились, чтобы мы сделали то, что мы, может быть, не успели хорошего сделать в прошлом году, вот, и чтобы с Божьей помощью, с Божьим благословением мы духовно преображались в Новом году, и больше любили, больше проявляли милосердие к нуждающимся, были милостивые, как учат Священное Писание, вот, чтобы Новый год, он был для нас, как год таких новых духовных свершений, новых духовных побед.